Успокаивать себя будем тем, что у природы нет плохой погоды, пока к другим темам. Единственная женщина-спасатель живет и работает в Караганде. Надежда Дроздецкая уже 15 лет служит в подразделении плечом к плечу с бойцами экстренного реагирования. Именно от их профессиональных навыков зависят жизни, а счет порой идет на секунды. Наша съемочная группа провела один день с юбиляром. Все подробности в материале Марины Золотаревой. Рабочий день спасателей начинается с медицинского кабинета. Допуск к службе им выдает Надежда Дроздецкая, единственная в подразделении женщина. Здоровье бойцов не единственная забота Надежды. Если вызов поступил с пометкой медика, она спешит на очередную спасательную операцию. Сколько их было за время службы, Надежда сосчитать не берется. Однако отдельные происшествия крепко врезались в память. Рабочий работал в этой яме, в канаве. А рядом стоял КамАЗ. И вот этот КамАЗ, он съехал в эту яму и придавил этого человека. Они его извлекли и передали его мне. У него нога до колена была раздроблена. Он был в сильнейшем шоке. И вот нужно было мне, чтобы вывести этого человека. Во-первых, чтобы он не умер от шока, от болевого. Потому что нога раздроблена, да. Потом остановить кровотечение и быстренько дождаться скорую. Главная задача Надежды Дрозецкой оказать первую помощь пострадавшему. При этом условия почти всегда экстремальные. А ведь именно от нее порою зависит, выживет человек или нет. Тут важны не только профессиональные навыки, но и характер, говорят спасатели. Во время тренировок у нее было случай выпадения загубника из-за рта, то есть водолаз. И он нахлебался воды. В этом случае, да, Надежда Ивановна тоже принимала активное участие. Делали, оказывали первую помощь. На должности медработника, скорее всего, больше подходит женщина. Она больше как, ну как говорит, как мать, как сестра. Больше так. В спасательном подразделении Караганды 52 бойца, которые выезжают на происшествия, где жизни людей под угрозой. И счет идет буквально на секунды. Только за два месяца этого года они провели 135 операций. Спасено больше 60 человек. Треть из них – дети.